Здравствуйте, друзья! Это программа «Лучший город Земли». Меня зовут Дмитрий Шакин. И сегодня мы с вами совершим очередное путешествие в прошлое. И поговорим о том, как сто с лишним лет тому назад жители нашего славного города у моря отмечали волшебные зимние праздники. Для начала позволю себе процитировать несколько строчек из газеты «Владивосток» за декабрь 1902 года. Наступают праздники, и всюду объявляются ёлки, вечера, балы, спектакли и так далее. Одного только нет – денег. И никто не объявляет, а где бы их взять. Вот всё-таки удивительно, до чего точные слова иногда находят люди. С тех пор прошло уже 115 лет, а некоторые вопросы так и остались без ответа. Но давайте вернёмся к праздникам. Новогодние дни и вечера жители нашего города посвящали визитам и праздничным обедам. Ходили в гости к друзьям и знакомым, или отправлялись с барышней под ручку на ледово-коньковую прогулку. Ну или лихо съезжали с ледяных горок на том самом месте, где спина теряет своё благородное название. А ещё готовили на кухне глинтвейн, или посещали городские синематографы. И, разумеется, одно из самых главных зимних развлечений в городе – это новогодние балы-маскарады, которые регулярно устраивались во Владивостоке. В 1902 году самый яркий бал «Маскарад» был дан городским обществам поощрения изящных искусств. Накануне бала в газете «Владивосток» была напечатана программа, из которой можно было узнать, что проходить он будет в Театре Иванова на Светландской Трине. В самом театре были устроены художественные киоски для продажи прохладительных напитков, устриц и цветов. Были также заявлены беспроигрышные алтареи и художники-моменталисты, готовые рисовать портреты приглашённых гостей. И, разумеется, музыка и танцы до утра. Газета «Владивосток» в декабре 1902 года напишет. «Дам и мужчин просят быть в оригинальных костюмах, желающие могут быть в масках. За лучшие костюмы по оригинальности замысла и художественному выполнению будут выданы три ценные приза. Два за дамский и один за мужской маскарадный костюм. Плата за вход 3 рубля, причём каждый мужчина получает бесплатный билет для ввода одной дамы. Есть и ложи на 6 персон, каждая за особую плату. За благовременные билеты можно приобрести в магазине Цорна или в торговом доме Кунст и Альберс, а в день бала — в кассах театра. А ещё в новогодние дни невероятной популярностью в нашем городе пользовались живые фотографии, кинематограф. Как правило, в ладивостокских синематографах показывали видовые картины и хроники. Но настоящую бурю восторга вызывали фильмы с участием французского комика по имени Андре Дитт. Когда в городах Российской империи и в том числе и в Владивостоке в прокате появлялись картины с его участием, например, «Глупышкин отправляется с визитом» или «Похождение Глупышкина», восторженная публика по несколько раз ходила смотреть интересную фильму. Исторические хроники рассказывают о том, что в дни новогодних праздников один сеанс в день в городских синематографах был бесплатный. А ещё в декабре в Владивостоке начинали свою работу катки, которые открывались прямо на льду бухты «Золотой рог». Входной билет для взрослого на каток Владивостокского общества любителей гимнастики, расположенный напротив морского штаба, стоил в праздничные дни 50 копеек, а в будни – 20 копеек. Если позволяла погода, по воскресным дням на катке играл оркестр военной музыки. В новогодние дни на многих катках города устраивались вечерние катания с музыкой и иллюминацией. А в главной городской газете, газете Владивосток, появлялись слова благодарности в адрес тех обывателей, которые с радушием откликались к устройству столь здорового, полезного и приятного развлечения, как каток. Но когда до Нового года оставалось совсем немного времени, сердца горожан сладко замирали в ожидании праздника и подарков. Приближалось время Деда Мороза, и это чувствовалось во всём. Витрины городских магазинов были украшены праздничной иллюминацией, а на прилавках можно было найти всё, что душе угодно, и даже немножко больше. Магазин торгового дома «Кунст и Альберс», владельцев которого подданы Германии, здесь у нас на русский манер ласково звали Густав Васильевич, и Густав Иванович готовились к праздникам заблаговременно. Из Германии через Китай пароходами везли в Владивосток различные диковинные подарки. А на страницах городских газет с завидной регулярностью появлялись объявления, текст которых гласил В магазине Сигеура продаются изящные и редкие вещи для подарков. В магазин торгового дома «Чурин» получены и поступили в продажу ёлочные украшения, бомбоньерки для конфект и прочее. Выставка означенных вещей помещается во втором этаже магазина, о чём имеем честь известить и покорнейше просим не оставить своим вниманием. Или вот ещё, в магазин Иоганна Лангалетье поступили в продажу икра ситровая, зернистая и паусная. Большой выбор закусок русских и иностранных. А на сегодня это всё. Это была программа «Лучший город Земли». И не забудьте в эти предновогодние дни загадать желание. И оно обязательно сбудется, потому что большие и маленькие чудеса в нашей жизни происходят так часто, как мы сами того захотим. И особенно перед Новым годом. С наступающим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова